Каждый из нас знает, что ремонт способен не только вернуть квартире былой вид, но также и восстановить ее. А в самых тяжелых ситуациях поможет ремонт капитальный. Но никто и представить не мог, что такая помощь окажется настоящей медвежьей услугой. Так и случилось с четвертой квартирой на улице Ломоносова в доме 72, дробь 18. Это одноэтажное здание было построено еще в 1954 году. Долгое время он принадлежал сельхозавтотрансу и в нем никогда не проводился ремонт. Вскоре его передали муниципалитету, а следом разделили на четыре квартиры, две из которых жители тут же приватизировали. А вот Любови Черныш жить в разрушающемся доме не захотелось. Я начала собирать документы на ремонт, чтобы мне кто-то помогли. Сначала вот деньги будут, мы возможно вам поможем. Как к президенту написала письмо, мне начался срочный ремонт. Сказали, что два месяца, все это произошло за полгода. На время капитального ремонта семью переселили в гостиницу. Часть квартиры полностью снесли и на ее месте построили новую. Так что после возвращения в родные места удивлению не было предела. Вся перестройка превратилась в летнее помещение, непригодное для жизни. Например, зимой туалет промерзает наполовину, его стенки покрываются инием. По строительным нормам и правилам фундамент квартиры должны были также разрушить и сделать заново. Вместо этого на него положили новый. Поэтому сейчас он сильно потрескался. А по самой кухне, смешно сказать, тянется газовая труба. Притом настолько низко, что по невнимательности о нее можно удариться головой. Про остальные коммуникации и говорить нечего. Их просто нет. Условий метод никаких нету. Ни водопровода, ни вот канализацию. Канализацию вырыли мне 4 метра, как положено. Но вырыли это с колодцем, с питьевым, который пьет вся улица. Из-за такой продуваемости пристройки годовалый сын хозяйки квартиры получил хронический полионефрит. Чтобы переделать квартиру заново, нужно признать дом аварийным. Но делать этого не хотят. Тогда хозяйка дома, Любовь Черныш, после капитального ремонта решила провести две экспертизы. Частными рязанскими экспертными компаниями. По смете, конструкции дома, несущих стен, так далее и тому подобное, ничего не изменится. Как он был аварийный, так он и остался. В этом же экспертном заключении сказано, что дом находится в аварийном состоянии. Существует опасность обрушения несущих элементов конструкции дома и возгорания электропроводки. Учитывая состояние несущих конструкций дома и общего состояния здания, можно сделать вывод, что дальнейшая эксплуатация здания приведет к его обрушению. И, как следствие, может повлечь гибель людей, находящихся в нем. Хочется, чтобы губернатор наш временный показал себя, показал мужской характер и помог, реально помог.